Добрый день дорогие друзья, с вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здоровый с нами, где мы ознакомимся с методами лечения, которые можно использовать дома. И сейчас я с вами хочу обсудить диагностику мальчика 9 лет, который обратился мне, родители обратились, по поводу сахарного диабета. Потому что его сразу посадили на инсулин, и все-таки это опасно, тем более, что ребенок только заболел, у него только выявили первичный повышенный сахар, и сразу посадили на инсулин. Поэтому они обратились ко мне, я стала делать диагностику на мальчиках. И что я увидела? Я по поджелудочной отдельно поговорю, что больше всего меня очень удивило и напрягло. Это то, что у него в кишечнике очень большие титры широкого лентица. Есть такой рыбный глист, переносчиками являются рыбы и раки, и в основном это когда сырая рыба, непрожаленная рыба, человек заражается вот этим вот лентицем, и он живет внутри человека, очень долго, до 30 лет, и вырастает до 20 метров. Но самое главное, что он дает очень сильную интоксикацию, азергализацию организма, и организм от этого страдает. И вот здесь вот мы видим на диагностике вот эти вот цифры, 0,009, это просто огромные титры для этого. Дальше идет, видите, 0,480 глистной инвази, потом идет обычно для детей эндробиоз, лямбель, трихинел, спираль. Это было у него, ну вот мы ему сделали диагностику, и я, когда вижу такие вот показания, ну какие бы ни были там глисты, детям я обычно даю антипаразитарный сбор, потом я дала ему еще кеденол, потом мы ему еще дали масло, потому что это противогрибковая, как бы диета сразу используется, потому что он весь был обсыпан грибами, это было видно по его лицу, по спине, по коже, то, что она у него очень сухая. Вот, и как бы я ему дала принять вот это вот масло, антипаразитарный сбор, и потом сделала ему повторно диагностикой. Вот здесь мы видим, это кишечник у нас уже после повторной диагностики, когда прошло полчаса, и он уже принял вот этот сбор. Видите, цифры изменились, стали меньше 1,837, а не 2 с лишним. И видите, куда ушел широкий лентец? Всего в одном срезе он, и цифры ОКР-1. До этого у него было ОКР-15, то есть ОКР – это ослабление компенсаторных реакций. И здесь вот это просто низ я как бы сделала скриншот, а вот здесь вот же кишечник, здесь мы видим, видите, цифры 1,837, на самом верху в красном у него глистные инвази, дальше идет опять антробиоз, аскорида, шигела, ну то есть самые обычные глисты, анкилостома, лямбли – это то, что всегда бывает у детей, но оно не в красном, оно не зашкаливает, но при этом мы видим диагнозы, да, у него дискинезия, потом не хватает ферментов, глютен непереносимый, с воспалением кишечника, спастический колит, гастроэнтерит колит, то есть у него проблемы с кишечником. Теперь дальше смотрим по желудку, вот здесь вот это вот желудок, это скриншот диагностики до антипаразитарного сбора, и мы здесь видим в желудке опять у нас здесь семерочка, значит, ахроника, глистные инвазии, но они не в красном, и стронглэйдоз, трихинелла, потом вирус обштейнбара, анкилостома, герпивирус, то есть они сдали очень много анализов после больниц, все это платно, конечно, чтобы было быстро, и у него обнаружили и герпивирусы, и Эпштейнбара, и цитомигаловирус, то есть вот это все у него, все анализы, все, что я ему говорила, я просто эти анализы не видела, я сначала сделала диагностику, а потом уже мы с ними когда обсуждали, они мне это все показали, то есть все это есть, это до антипаразитарного сбора, и вот этот же желудок уже после антипаразитарного сбора, то есть мы видим, что у него ушли вот те все вещи, которые были, да, и появился только острый гастрит в красном, и мы видим, что есть токсоплазма, но вы видите, токсоплазма, она скомпенсирована, то есть у КР 1%, это просто идеально, нормально, поэтому это очень хорошо, и здесь же я ему сняла, вот сделала поджелудочную железу и селезенку, это у нас до провокации, ну то есть до приема антипаразитарного сбора, и мы видим, что здесь у него поджелудочные, опять идут глистные инвазии, идет ожирение поджелудочной железы, и у него лямблии, то есть зашкаливает УКР 43, и увеличение текопоражения, это говорит о том, что все-таки, и вот если посмотреть ниже, мы видим циста аденома поджелудочной железы, то есть потихонечку у него сейчас уже растет, ну как бы собирается как опухоль, я всегда объясняю, что такое ожирение, даже ребенок может быть худеньким, и все говорят, ну откуда у него ожирение, это ожирение, это не значит, что он толстый, это идет ожирение именно поджелудочной железы, и здесь получается, паразиты едят, да, у нас как бы, они же все равно потихонечку, потихонечку, их много, они начинают есть поджелудочную железу, а там не может быть дырок, и тогда организм, вот эти вот самые места, где поели их глисты, оно их начинает, ну это все мясо начинает зарастать жиром, чтобы не было дырок, и вот оттуда идет ожирение, посмотрите сейчас, сколько у нас беременных мужчин, вот с такими животами, очень много толстых детей, и это все от того, что наш организм пытается нам помочь, и старается нас вот как бы, ну хотя бы временно вот этим жиром упаковать, в надежде, что мы когда-то начнем чиститься, и вы посмотрите, как хорошо сработала трава, он принял всего один раз, и у него вот этот вот широкий лентец, мы просто здесь видим, да, я об этом уже говорила, вот посмотрите, широкий лентец, во-первых, цифры поменялись, во-вторых, широкий лентец, смотрите, куда он ушел, и он ушел в ОКР-1 с 15, то есть это очень хороший показатель, и вы должны смотреть за своими детьми, не запускать, ну не доводить до того, чтобы ваши дети болели, не ставили им диагноз сахарный диабет, и не мучили ваших детей инсулином, то есть вы все спокойно, вовремя можете сделать, предупредить, самое главное, надо немножечко поменять детям питание, потому что сейчас дети, конечно, едят очень много сладкого, и очень много у них запоров, практически все дети сейчас запорами, а причина начинается намного-намного раньше, это когда родители не готовятся к беременности, потом, когда ребенка не кормят грудью, да, потом, когда много дают таблеток, антибиотиков, те же прививки так работают, и самое главное, это все провоцирует те же самые памперсы, и когда вот я нажимала Ярославу мочевой пузырь, для ребенка 9 лет, у него идут боли в мочевом пузыре, и по кишечнику у него запоры, то есть боли в животе, там где отдел вот тонкий, переходит после кишечника, да, и все это можно предупредить, просто надо вовремя, периодически пить антипаратитарные сборы именно детям, потому что они постоянно, у них руки грязные, они контактируют, они все едят, они не моют, а мы уверены, что мы же моем посуду, мы моем яблоко, когда ему даем, все такое, зелень, но все это надо дезинфицировать правильно, я, например, все озонировала, даже это не спасет, потому что он у вас здесь есть, вы пошли в кафе где-то поели, в гостях поели, там где-то ничего не делается, и поэтому наши дети заражаются, и все это надо чистить, и самое главное, не допускать вот таких страшных диагнозов, и сахарный диабет, это очень тяжелый диагноз для ребенка, и тем более широкий лентец, поэтому будьте внимательны к своим детям, не пропускайте такие диагнозы, не доводите до сахарного диабета, старайтесь привести своих детей в порядок, и давайте, пожалуйста, им антипаратитарные сборы, будьте здоровы, до свидания.